Девушки отдыхают Я не разозлился, значит, я добрый Да нет, быть добрым, это состоит из действий, из реакции Иисус Господин на этом месте, амин Итак, вернуться домой, я шлю приветы вам от разных-разных церквей, где мы посетили, где мы были И, конечно же, из той церкви, которую начала моя мама из города Сан-Диего Вернее, она живет в Карлсбаде, но это недалеко от Сан-Диего Очень красивое, замечательное место Вы знаете, красота места не определяется климатом или природными какими-то вещами Красота места определяется людьми Когда смотришь на людей, которые ищут Господа, это самое лучшее место на земном шаре Может быть, где-то лучше, может быть, где-то финансово лучше Но лучше там, где сердце имеет мир и где сердце имеет Господа, амин Скажи, мое сердце имеет Господа Аллилуйя Это самое лучшее место на земном шаре, там, где ты встречаешь Иисуса Можно найти много золотых мест и много гор золотых И забраться на Олимпы славы и стоять в лучах прожекторов в блестящем пиджаке Но лучшее место, это не там, где слава человеческая, но где слава Божья Где Дух Господень, где слава Божья, где общение во Святом Духе Иисус, уходя, оставил, молился за учеников и сказал Да будете вы едино, как я с Отцом един Да будете вы едино между собой Единство, это величайшая сила Где двое или трое собраны во имя Мое Там и Иисус говорит, я буду посреди них Там и я буду присутствовать Это замечательное обетование, которое сегодня реально Ой, Иисус, я хочу тебя больше узнать Где двое или трое, четверо, пять, десять, сто, тысяча Где люди собираются, там, туда приходит Иисус Зачем мы собираемся, для чего мы снова и снова приходим Неужели вы не устали? Может быть мы услышим такие воскли, вопросы наших соседей Мы не устали, потому что мы снова и снова Мы как нормальные зависимые люди Зависимые от Бога Нам снова надо и снова Аллилуйя Как радостно быть Мы собираемся вместе для исполнения Духом И радостно быть вместе, исполняясь Духом Поднимаю руки и говорят, слава Богу Я был в разных церквях, где люди не говорят, слава Богу Они сидят молча, смотрят молча Молча молятся, молча поют Молча приходят на собрание И молча расходятся Нормальные люди приходят на собрание Общаются Собрание началось, тишина Молчат Промолчали все собрание Собрание кончилось, вышли Теперь опять нормальные люди Мы нормальные и более нормальные Когда начинается собрание Скажи громко на это Амин Амин Нормальные, когда Господь с нами Когда Дух Когда я радостный, я хочу улыбаться Повернись соседу и поделись улыбкой своей Это нормальное состояние Мы все знаем настолько хорошо, что когда ты что-то отдаешь, оно возвращается Оно приходит к тебе Оно наполняет тебя обратно Если ты сеешь любовь, вернется любовь Это закон, который поставил Господь, закон Божий Если ты отдаешь любовь, тебе возвращается любовь Если ты удар кулаком делаешь, ты получишь обратный удар кулаком Вы понимаете, о чем я говорю? Если ты сеешь спор Несогласен, ты получаешь ответ Несогласие Если ты улыбаешься, ты говоришь Слава Богу, аллилуйя Вчера я прямой эфир проводил через нашу сеть Алма-ТВ И люди звонили к нам на телеканал И одна женщина позвонила и в прямом эфире говорит Давайте помолитесь, чтобы я с мужем перестала ссориться Он неверующий, не хочет ходить в церковь Я его тащу в церковь, он не хочет идти Помолитесь, а то у нас скандалы постоянно дома Я сказал, о, бедный тот муж про себя Атмосфера, создание атмосферы вокруг себя Это важный фактор В доме, чтобы был мир Так важно сохранять мир Мир в семье, с детьми Мир с родителями, мир с окружающими Почему люди ходят в ссорах, в напряжении Я не могу Мир, приди, помоги Смоги, измени свою жизнь Покайся Иисус любит тебя Посей любовь вокруг себя Давайте все скажем, сеять любовь Как мы можем любить друг друга? Две самые важные вещи в Писании Две Первая заповедь Возлюби Господа Бога твоего Чем? Всем? И силой в том числе Возлюби Господа всем существом своим Духом, душой, разумом, силой, крепостью Всем, что у тебя есть Возлюби Господа Это первая, самая важная заповедь С этого начинается все Когда спрашиваешь некоторых людей Какая самая большая заповедь У кого что в голове Но самая большая Запомните Это непрелюбодеяние Одного спросил Что самое главное в Библии Он говорит Непрелюбодействуй Я думаю Ну, наверное, для тебя Это самый Краеугольный камень в жизни Для другой женщины Не сплетничай Самая главная Заповедь Библии Но самая большая заповедь Возлюби Господа Бога твоего Всем сердцем твоим Всей душою твоей Всем разумением твоей Всей силой твоей Всем, что у тебя есть Возлюби Господа Бога Вторая заповедь Возлюби ближнего своего Я был в одной церкви И я спросил Как вы понимаете Небольшая церковь Как вы понимаете Возлюби ближнего своего И я разговаривал с людьми И одна женщина сказала Простить их всех надо Меня так это поразило И вся церковь молчала Ждала моей реакции И все думали Ну да, наверное Самая большая любовь Это простить их надо Ближних всех своих Аля Оля Я сразу же понял Люди даже не понимают Ну как можно любить ближнего Я стал задавать вопрос Ну как любить ближнего И вы знаете Церковь Верующие люди Не могли ответить На простой вопрос Как любить ближнего своего Что имел в виду Бог сказал Возлюби ближнего Что он имел в виду И такая трудность наступила Максимально до чего мы дошли Это простить всех окружающих тебя Прощаю Не сдохните вы Аля Оля Но любить это не просто простить Простить это характер христианина Это даже ничего общего с любовью не имеет Простил и все Ты прощен Прости нам долги наши Как и мы Это безбазовый уровень христианина Если я не прощаю Я не могу быть прощенным Какая тишина здесь стала Есть что-то Кто-нибудь Аминькинете Если я Не прощаю То я не могу быть прощенным Потому что в молитве Очень наш сказано Прости мне долги наши Как и я прощаю Точно так же Как и я Прощаю Ни больше Ни меньше Сестра откровения Получила Слава Богу Еще усилю момент Мы часто Отче наш что-то еще На писах Проматываем И даже не вспоминаем Господи Я так расширенный Перевод Максимова Вот эту строчку Господи Я нуждаюсь в прощении Моих грехов Прости мне Чтоб в ад не пойти Ибо если я не прощен Я пойду в ад Но Господи С одним условием Чтоб ты меня просил Так же Как и я Других прощаю И тещу И начальника Всех Как ты прощаешь Он будет тебе Эквивалентен Адекватен Точно так же Как ты Так и тебе Как ты Так и тебе Господи Прости меня Отлично Иди прости Марусю Господи Прости Кайрата прости Иди прощай Всех родственников Иди к тем Которые тебя кинули Обманули Надурили Прости Как их простить Господи Ну так же И я тебя буду прощать Это важный момент Как Господь Так ты поступаешь Так и к тебе Будет возвращаться Если ты Не способен Прощать Почему ты От Бога Ожидаешь Способности Простить тебя Если ты Любишь Судить Как сказано Не судите И судимы Не будете Хороший момент Не суди Человека И не будешь Судим Очень просто Лаконично Но у меня Есть принципы И согласно Тем принципам Я осуждаю Его Он виноват Он достойный Действительно Плохой человек Редиск Но Писание говорит Судишь Отлично Тебя будем судить Ты нашел в нем Вину Нашел сучок В глазе брата Отлично Начнем работать С твоим бревном Находить его Показывать всем Вы улавливаете К чему я подвожу Настолько Все просто В Евангелии Настолько Все лаконично Любить ближнего Это вторая Наиважнейшая Заповедь Есть 10 заповедей Первые 4 Относятся К отношениям С Богом Вы помните Возлюби Господа Не сделай кумира Не произнеси имя Господа Суи И так далее И есть Другие 6 заповедей Которые относятся К ближнему Не убей Почитай Саймать Не прелюбодействуй Не пожелай И так далее И так далее Там длинный список Относящийся К ближнему Первые 4 Господу Первая заповедь Иисус суммировал Когда его сказали В чем Все писание Он сказал Вот в дух Первые 4 заповеди Господа Вторые 4 Ближнего Любить ближнего Это действие Это не пассивное Какое-то состояние Это действие Давайте все скажем Любить ближнего Это действие Запомните Это не Пассивное Такое Ну знаешь как Не вторжение Не тролитет Я не вторгаюсь На твою территорию Любить ближнего Это вторгаться На территорию Ближнего С любовью Я прохожу Мимо человека Который лежит Его избили Бандиты Он ограблен У него ничего нет Я не вторгаюсь На эту территорию Я тебя не трогаю Ты меня Мы нормально Мы уважаем друг друга Ценим Нейтралитет Я Швейцария Ты Германия Валяйся Все нормально Нет Любовь Это вторгаться Вторгаться В судьбы Тех Которые имеют нужду Любить ближнего Это ответ На нужду Это не ожидание Вопроса Это ответ Многие Ну пусть попросит Пусть придет ко мне Приползет Пусть попросит Пусть докажет Что я старше его Нет Это когда ты видишь Нужду Ты реагируешь Любить ближнего Это твоя реакция На нужду Многие ждут Когда их начнут просить Многие ждут Когда он наступит Вот если вы Меня поймете Нет Любить ближнего Это как это сказать, предварительно или как в предвкушении находиться, в ожидании, что, а, есть нужда, я готов. Иисус Господь, я готов любить ближнего. Я сказал, чтобы у нас всегда в офисе были продуктовые пакеты. Если кто-то приходит и говорит, мне нечего кушать, и детям нечего кушать, мы ожидаем такого человека. Мы не говорим, ой, что же делать теперь, какая катастрофа, ему кушать нечего, ну давайте помолимся за него. И я говорю, отлично, вот там есть человек, у него есть пакеты, которые мы заготовили тебе с едой. Держи, иди корми свое семейство, своих детей или себя самого. Иди кормись. Это позиция, мы ожидаем, что человек придет. Он еще не пришел, но мы уже готовы. У нас есть одежда заготовлена, наши верующие приносят одежду, которая в хорошем состоянии, чистенькую. Приходит бедный человек, ему нечего одеть, мы говорим, пожалуйста, пройди, возьми. Мы ожидаем. Это не реакция на просьбу, а это подготовка к возможной просьбе. Скажем мы на это? Аминь. Любить ближнего. На этом строится все Евангелие. Суть. Ибо так возлюбил Бог. Меня. Да? Мир. Нас всех. Что он сделал что? Отдал сына. Дабы всякий верующий его не погиб, но имел. Как красиво. Смотрите, что такое любовь к ближнему. Господь видел, что мы отвернулись и жили во грехе. Мы оставили его. Мы сказали, ай, Бог же, я сам. Мы сам, мы новый, мы мир построим, разрушим все, что ты сделал, Господь. Аллилуйя. Мы разрушили, ничего не построили. И полностью, ну как это сказать? Обкакались. Ну, во грехах жили. С чем сравнить грех? С поносом в штанах. Каждый прятал свой понос сам. Ха-ха. От меня сегодня не пахнет. Пахнет, и Господь видел этот запах. Но Бог полюбил нас. Когда мы или ничтожны, нечисты, греховны, и многие из вас еще находятся в этой ситуации, когда вы еще нуждаетесь в прощении, он полюбил тебя абансом, вперед. И когда человеку говоришь, Бог любит тебя, первый ревок, все за что? Ну, не за что, на самом деле не за что. Ну, вот в этом суть Евангелия, я люблю ближнего. Он лежит на дороге, у него есть нужда, он сранен, страдает, ему плохо, он одинокий. Он в грехах, он в беззаконии, он идет в ад. Я люблю его. Да Евангелие. Благая весть. Я его люблю, не потому, что он хороший или плохой, не потому, что у него есть нужда или нет нужды. Я его люблю, потому, что он есть. За что ты любишь Бога? Ой, вот за это. Нет, я люблю Бога не за что-то, потому, что он сущий. Он сказал, я существую. Он существует, я его люблю. Я трепещу, боюсь и люблю. Что это за любовь такая? Самая настоящая, крепкая, вечная. Евангелие, люби ближнего. Как мы реагируем на ближнего? Ближний, это человек, который имеет проблему и ближе всего к нам находится. Ближний, это тот, у кого в устах просьба. Ближний, это тот, которого жизнь несправедливо обделила. Ближний, это тот, который страдает. Ближний, это тот, который болеет. Ближний, это тот, который не в славе, не в успехе, не в состоянии. Ближний, это тот, у которого душа плачет. Ближний, это человек, в котором никто не заинтересован. Ближний, это человек, в котором никто не заинтересован, потому, что ему нечего дать. Бог испытывает нас, подводя нам таких ближних. И вы знаете, их так много, их так много вокруг, среди нас. Кто-то сказал, однажды пришла одна женщина состоятельная в церковь, ее кто-то привел на ночную молитву, она сидела в ночной молитве, первый раз пришла и ничего понять не могла, она села и смотрела вниз, в глаза людям неудобно смотреть. И она сидела и смотрела на ноги, и она сказала, какой ужас, так много людей ходят в ужасной обуви. Я-то подумал, ух ты, это Господь с ней говорил, какой ужас, люди ходят в плохой обуви, а человек может перевернуть другую сферу, какой ужас, люди не заботятся о себе. Но это тебе Господь говорил, у него обуви нет, твоя реакция, пусть заработает денег, отличный совет, от этого обувь не вырастает на ногах. Голодный, когда приходит к тебе и говорит, кушать хочу, работать надо, да, я понимаю, от твоего совета у меня в желудке не стало полнее, я понимаю. Это испытание нам, любить ближнего. Все Евангелие стоит, возлюби Господа, возлюби ближнего, возлюби Господа. Мы так можем преуспеть в этой сфере возлюблять Господа, и так слабы в зоне любить ближнего. Мы, у нас так, вот мне это выражение так нравится, души прекрасные порывы, их столько много в жизни бывает. Такой прекрасный восторг, когда ты слышишь какую-то вдохновенную речь, когда кто-то что-то делает хорошее, и ты слышал про мать Терезу, и ты думаешь, да я такой же, как эта мама Тереза из Албании. Я папа Тереза, или Терезини, о, это чудо, вот ты папа Терезини. Реакция, какая твоя реакция, если у тебя всего лишь прекрасный мотив, ты вдохновлен прекрасно, воодушевлен, да, всех накормлю. Вот, отлично, иди возьми муки, состряпай хлеб, булочку, пирожок, сделай что-то. Господь не будет взвешивать количество прекрасных мотивов и желаний, Он будет взвешивать количество действий. Наше спасение не зависит от дел, но дела имеют существенный фактор в нашем духовном развитии. Кто-то думает, что мне нужно сделать, чтобы спастись? Ответ, ничего, даром спасение, даром любовь, даром прощения, даром милость Божья, даром благословения. Но, после того, как ты получил спасение, уже есть следующий шаг. По благодати Его спасение не от дел, чтобы никто не хвалился. Это дар Божий. Но, давайте откроем Ефесянам вторую главу. Аллилуйя. Иисус Господь. Ефесянам вторая глава. Иисус Господь, я так много имею сказать. Ефесянам вторая глава. Я попрошу сейчас организаторов, давайте возьмем одну минуту, раздайте всем конспекты. Я приготовил для вас специальные конспекты. Я знал, что некоторые из вас неподготовленные придут. Положите нам закладку, свой пальчик положите. Или кто уже открыл, пожалуйста, дайте мне Библию. Ефесянам вторая глава. Давайте почитаем. Здесь написано так, с 8 стиха. Ибо благодатью вы спасены. Благодать это незаслуженный дар. Ибо благодатью вы спасены. Через веру. И это не от вас, это Божий дар. Нет каких-то дел, чтобы никто не хвалился, что, мол, я спасся, я делал добрые дела, и Бог меня спас. Ибо мы Его творение, дальше объясняется, мы спасены не от дел, но мы Его творение, мы созданы им во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Если у вас есть Библия и ручка, я умоляю вас, пожалуйста, 10 стих с 8 по 10 выделите. Предназначение это просто больше, чем просьба. Предназначение это просто больше, чем поручение. Предназначение. У каждой вещи есть предназначение. У машины какое предназначение? Возить людей. У автобуса водить много людей. У самолета летать, перевозить людей. У, я не знаю чего, у автомата убивать людей. У ножа резать хлеб. У этого микрофона, который у меня на галстуке, делать звук громким. У каждой вещи есть предназначение. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Бог предназначил нам их исполнять. Предназначение. Давайте скажем это слово. И это уже говорю не я, это уже говорит Священное Писание. Писание убеждает нас. Давайте откроем Исаию, первую главу. Исаия, первая глава. Я хочу, чтобы вы четко разницу уловили. Если ты смотришь сейчас эту передачу, я хочу, чтобы ты также уловил разницу. С одной стороны, Бог дает прощение даром, спасение даром. Нельзя добрыми делами купить любовь Божию. Нельзя добрыми делами открыть небо. Нельзя добрыми делами поручить прощение от грехов. Но! Добрые дела помогают нам возрастать. Всегда есть одна сторона, это общение с Господом, прощение. И вторая включается тут же, предназначение. Многие люди спутали эти две ступеньки, они соединили их и переставили их местами. Пожалуйста, подойди, помоги мне. Ты, Иван Владимирович, иди сюда. Если с одной стороны, что случилось, Тань? С одной стороны, вот один высокий, а другой нормальный. Если с одной стороны, находится самая высокая цель в жизни, это общение с Господом, спасение, покаяние, очищение. Это первое, что мы должны встретить, когда мы приходим к Богу. Первое, с чего начинается, я прихожу к Богу, и первое, с чем я сталкиваюсь, что мне нужно спасение, мне нужно покаяние, очищение. И как только я прохожу через этот этап, я сталкиваюсь со вторым этапом, добрые дела, которые Он предназначил мне исполнять. Это второе, что тут же после первого включается второе. Но многие люди, они взяли и поменяли их местами. Они сказали, окей, хочешь, чтобы Бог тебя принял и получил спасение? Когда все верующие встречаются с этой проблемой. С какой проблемой, спрашивают неверующие? Нужно делать добрые дела. Пастор в церкви сказал, делайте добрые дела, милосердствуйте. И тогда неверующий человек пытается, давай я буду делать добрые дела. И он сталкивается с первой проблемой, он пытается делать добрые дела. И потом он говорит, Господи, я уже стал такой хороший, я такой нормальный стал, такой классный, я уже добрые дела делаю. И Господь говорит, я тебя не принимаю. Ты еще не готов? Я уже столько добрых дел сделал, все эти верующие не сделали столько, сколько я сделал. Да, но ты все еще не обновлен изнутри. Как был ты свиней, так и остался. Просто теперь ты добрая свинья. Вы улавливаете, да? Даже если свинья начнет говорить дела милосердия, она будет давать все угодно, кроме бекона, потому что это будет самопожертвование. Она не станет из-за этого другой. Должно быть обновление, трансформация. Религия перепутала и сказала, добрыми делами открыт путь в небо. Добрыми делами. И когда ты достигнешь определенного уровня матери Терезы, ну или где-нибудь там рядом на два шага назад, тогда ты сможешь получить спасение. Какая чушь? Это ошибка. Вы уловили, я достаточно ясно? Первое, с чем ты должен столкнуться, спасение это главное, встретить Иисуса. Но сразу же, после того, как ты встречаешь Иисуса, сразу же ты обнаруживаешь, я должен делать добрые дела. Скажем на это амин. Спасибо, братья. Я наглядно все просто объясняю, чтобы было понятно каждому человеку, каждому телезрителю. Мы говорим о добрых делах, но в первую очередь спасение. Исайя, первая глава. Господь здесь вступает в диалог с людьми через пророка. И он говорит им, что если вы живете во грехах, я не услышу вас, я не приму вас. Если вы посмотрите, ну например, с 15 стиха, там еще и раньше начинается. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас глаза мои. Когда вы умножаете молитву вашу, я не слышу вас, ибо ваши руки полны крови, грехов, тьмы, грязи. Он говорит, я не слышу вас. И дальше он дает выход. Теперь смотрим. Пожалуйста, возьмите ручку. Выход. Прямо можно там написать рядом со стихом 16. Выход. Выход из проблемы, из проклятия. Выход. Двоеточие. Омойтесь. Очиститесь крови Иисуса. Удалите злые деяния ваши от отчей моих. Перестаньте делать зло. Другими словами, обновитесь, покайтесь, очиститесь. И сразу же идет след. Следом. Три слова. Научитесь делать добро. Все вместе скажем. Научитесь делать добро. Когда я прочитал это, я был в восторге. Он не попросил. Знаешь, ну если будет желание, значит, ну немного, так знаете, ну вот попробуй добро поделать. Иисус дает задание. Как только ты очистился, омылся, как только ты обновился, сразу же он дает задание. Научитесь делать добро. Как учиться? О чем речь? Я могу научиться ездить на машине, могу научиться читать по-английски, могу научиться математике, могу научиться разным вещам, могу научиться менеджменту, бизнесу, инвестициям, могу научиться много чему. Что значит научиться делать добро? Здесь есть секрет. научитесь делать добро секрет заложен в писании мы должны научиться не просто что такое учиться это сидеть тренироваться получать знания практиковаться получать теоретические здания превращая их практические действия учеба это когда ты смотришь подражаешь кому-то учиться на музыкальных инструментах играть когда подражают повторяют за кем-то учиться читать ноты учиться сидят изучают и притворяют это в детстве научитесь делать добро я когда это прочитал я взорвался научиться господи мы можем делать добро но нужно научиться делать добро мы можем делать добро когда мы готовы делать добро когда трудно когда людям плохо когда у меня просят но он говорит нет 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 не реагируйте до трудности не делайте добро когда вас просят научитесь делать добро сделать это принципом сделать это характером философии убеждениями верою утвердитесь в этом научитесь делать добро это не просто у меня есть хорошее желание сделать что-нибудь хорошее большинство людей из верующих да как и из неверующих делают добро по вдохновению еще раз я хочу сказать делая добро мы не получаем спасение мы получаем награду наша награда растет на небесах но спасение не от дел чтобы никто не хвалился не от добрых дел я еще раз провожу линию снова и снова с одной стороны спасение через кровь иисуса с другой стороны делать добро научиться каждый день просыпаясь что доброго сегодня сделал или какой-то фильм времен перестройки где какой-то там мужик собрал молодежь такую бандитскую в лагерь какой-то их отвезли в горы и они хулиганы его там весь фильм как они постепенно меняли стали хорошими и вечером когда садились кушать он говорил им перед тем как будете есть он запрещал им прикасаться стоит еда на столе парни подростки 14 15 лет 16 лет которые били убивали бандиты какие-то которых дали ему на перевоспитание и он сидит горит перед тем как будете кушать закрой глаза а там такой мужик знаешь если ничего он сразу же тебе добро научит делать и подумай что ты сделал сегодня доброго и знаешь вот эти мужики как будто бы молились вот эти парни раз закрыли глаза и там какой-то наркоман такой сидел думал чужом доброго сегодня сделал какой-то бандит там кому-то морду набил думал что же добром он горит что ты сделал сегодня доброго не так это запала память что ты делал сегодня доброго ну я в магазин сходил купил себе еды мы отнесем это категории добра ну как бы это полезная вещь но нельзя сказать что такой добрый ну что в автобусе ехал сегодня два часа можно отнесли это категории доброго хорошо пришел домой пожарил кусок мяса съел его можно отнесли это к доброму братья смеются на первом ряду давно мясо не видели да можно отнесли ну как бы это полезная вещь хорошо сидел на работе 8 часов сидел писал бумажки какие-то или там что-нибудь делал можно так добро отнести тогда начинаешь думать а что же я сделал доброго что можно отнести категории добро ну я добрый в душе а там сказано научитесь быть добренькими в душе я не ругался сегодня можно отнести это к добру я сегодня никого не бил вы представляете как люди могут что доброго я сделал сегодня и когда он начнет пересчитывать в течение года что сделал доброго у него пальцев на одной руке еще много останется незагнутых а что вот конкретно я сделал доброго доброго для окружающих для ближнего что я сделал доброго вот как персонального для меня вот лично наша церковь кормит голодных классно ты кормишь ты зачем примазался к другому счастью вот это чувство что все будет хорошо мы накормим голодных пусть пастор там организует я буду согласен с этим молиться за это буду отлично можно ли отнести к добру когда ты молишься за голодного человека я это отношу категории зла потому что он станет более голодным после твоей молитвы господи благослови жареным мясом и ребрышками господи картошкой благослови аллилуйя иди грейся питайся брат нет научитесь делать добро это правило формула давайте все вместе скажем эти три благословенных слова я был церквях и знаете в некоторых церквях любят надписи из библии делать каких только надписи я не видел вы победители в господи и научайся от книг этой день и ночь там и так далее он так возлюбил мир что отдал сына но ни разу я не видел на этой надписи я недавно прочитал это место будто первый раз в жизни три слова научитесь делать добро почему ты как-то не популярны не мучу я и так добрый через ложь то ли я не злой часто для нас быть добрым это не быть злым я не разозлился значит я добрый да нет быть добрым это состоит из действий из реакции и так писание в господь говорит научитесь делать добро читаем дальше ищите правды спасайте угнетенного задавленного то есть униженного защищайте сироту вступать из за вдову как за какое замечательное писание вы помните тот момент когда каин огорчился то что бог принял жертву авеля он еще не убил брата это первые дети адама и евы но господь увидел проблему сказать от чего поникло лицо твое что глаза не понимаешь братан 7 стих если делаешь добрая то не поднимаешь ли лица а если не делаешь доброго то грех у дверей лежит остановить новая интерпретация если ты перестаешь делать добро тогда к двери подходит грех и он возле дверей стучится он зовет себя он манит тебя когда ты перестаешь делать добро это писание господь говорит если не делаешь доброго то значит грех у дверей лежит ко мне подошел один человек говорит мы недавно собирали денежки на землю и вы знаете один человек подошел говорит знаешь я одной семье помогаю там многодетная жена стала вдовой отец умер и они остались одни и мы участвовали в их жизни и мы пожертвовали деньги на землю и бог благословил нас у нас контракты идут и знаешь что я мечтал чтобы у меня был дом и мне я купил дом помогаю семье и жертвую на землю я сказал как замечательно какое хорошее свидетельство делай добро и бог даст воздаяние делай добро да не унываем писание говорит давайте посмотрим дальше делая добро уклоняйся от зла смотрите дальше идем псалом 33 15 псалом 33 15 уклоняйся от зла и делай добро уклоняйся от зла как боксеры знаете они уклоняются от ударов ему идет он раз ушел и вместо того чтобы дать сдачи он делает добро около это писание это говорит библия это не я придумал то библия говорит это не я хочу вас вдохновите еще к чему-то делай добро ищи мира следует следует за ним идем дальше иакова 4 глава вот здесь вообще сильное описание вот на первом столбике второе снизу место писания найдите иакова 417 и так кто понимает разумеет делать добро громко и тому тому грех опять делать добро и грех кто понимает что надо делать добро был на собрании максимова в августе месяце прослушал проповедь о добре и не делает тому упс некоторые думают грех это пойти напиться на курица на колодца украсть что-нибудь наблудиться о я согрешил кто понимает что надо делать добро и не делает равно грех и это не старый завет вы заметили новый завета многие старый завет не надо не это новый завет делать добро да как же его делать что за добро такое как как понять его идем дальше последний стих столбики 3 и она 11 стих возлюбленный не подражать злу но добру кто делает добро тот от бога а делающий зло перескакиваем на следующий столбик галатам 6 9 делая добро да не унываем ибо в свое время пожнем если не перестанем не остановимся если не ослабеем жатва приходит к тому не тот кто однажды сделал добро и ждет жатву а тот который не перестает делать добро делает добро не да не унываем уныние это такое состояние пассивный скучно добро да добро делаешь да не унываем свое время пожнем запятая если не перестанем и так доколе есть время будем делать добро кому а в первую очередь своим поверье 10 стих ефесянам 2 глава ибо мы его творением уже читали снова созданного христе иисусе на добрые дела для богатых ободрения 1 темофея 6 глава 17 стих богатых в настоящем веке увещевает новый завет не забывайте чтобы они не высоко думали себе вы богатые кто смотрит сейчас этот телеканал я знаю что не каждый человек сможет подключить кабельные или спутниковое телевидение если ты подключил тебя уже можно где-то относить категории средних или богатых богатых в настоящем веке увещевает чтобы они не высоко думали о себе и не уповали на богатство неверное но на бога живого уповали дающего все обильно для наслаждения 18 стих чтобы они богатые благодетельствовали и благодели добрыми делами будь богатые добрыми делами не богатые только финансами богат добрыми делами что значит быть богатым добрыми делами иметь их много были щедри и общительность собирая себе сокровища доброе основание для будущего чтобы достигнуть вечной жизни аллилуйя 2 темофея 3 глава 17 стих да будет совершен божий человек стоять смотрим на меня а здесь еще одно откровение на каждом стихе я просто вижу откровение совершенство божьего человека в чем заключается совершенство божьего человека к чему приравнивается добудет совершенными ребята будем совершенными и дальше он объясняет да будет совершен человек ко всякому доброму делу так грех победа над грехом совершенство бы призваны что еще надо это все места из библии священное писание дал каждому из вас распечатку смотрите на их внимательно дальше 2 темофея титул 2 глава 4 стих иисус отдал себя за нас чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный иисус отдал свою жизнь чтобы очистить нас и сделать особенный народ запятая вместе читаем ревностный к добрым делам слово ревность что это у вас такое это значит как огонь желание страсть ревностный к добрым делам иисус не просто себе народ очистил не просто тебя спас не просто дал тебе спасение вечную жизнь но он тебя приготовил он хочет чтобы ты был риску быть неревностным равнодушный расслаблен такой унылый бог есть аллилуйя я верующий в церковь хожу песни пою 10 надо и все классно ревностный к добрым делам это библия еще раз я говорю это библия это не я придумал это библия говорит ревностный к добрым делам это он ожидает от нас это его шкала измерения он не просто нас очистил спас он желает чтобы мы стали ревностными добрым делам не просто ну чё там делать максим куда пойти чё помочь ревностным искать возможность сделать доброе дело ревностный не сидит он стремится его не нужно просить он всегда первый когда есть идет нужда он всегда оказывается рядом и заботится ревностный к добрым делам кто не скажите вау описание это библия и время 10 глава 24 стих будем внимательны друг другу в чем внимание будет заключаться наше поощряя к любви и теперь не просто ревностно еще ты должен поощрять друг друга не просто к любви брат да любви ты что ты злишься еще к добрым делам поверь мне соседу скажи я поощряю тебя к добрым делам как интересно как интересно вам не кажется что что-то здесь кроется невероятное ангелы божьи приходят действия ангелы божьи с неба приходят потому что бог ведет запись был один офицер оккупантской армии вот как для нас советских граждан был как фашист он в израиле был как фашист он из рима итальянц итальянец он пришел туда они захватили убивали евреев и они владели той землей один итальяшка паскуале как его знали корнилий он любил господа его призвали служить у него было подчинение 100 человек это что рота взвод как это называется человек рота вот здесь мне офицер подсказывает у него была рота небольшое звание какое-то примерно звание вот по нашему старший лейтенант капитан вот где-то вот в этом категории старший лейтенант капитан но не сказать что супер большой офицер сотник но в принципе такой пи пешеход то есть он со своими солдатами час он много времени проводит с ними и он жил он переехал в ту землю они оккупировали захватили фашисты ходил просто гестапо ведь все нормально таких нужно убивать как считается до оккупантов но теперь смотрите этот человек был особенный наверняка он не был военным внутри и он оказался призванным в службе или он был в резерве я не знаю как там раньше было но был некоторый муж в хесарии читаем он там в рамочку выделено деяние 10 глава с первого стиха именем корнили сотник из полка называемого италийским он был благочестивый боялся бога со всем домом своим творивший много милостыни народу и всегда молившийся богу вот теперь интересно ангел потом придет к нему и расскажет что есть путь спасения и к нему пришлет апостола это потом будет но этот человек неоспасенный но добрый по натуре молился богу и он молился говорил не верю господи во всех этих богов которые у нас там в риме не верю что наш кесаре он наш бог нет но есть бог настоящий и он молился неведомому богу он крыл господи ну ты же есть какой-то там на небе ну кто же ты я не знаю и он творил много милостыни был боже богобоязненный человек бог смотрит на этого купанта который захватил народ божий еврейский народ и видение 3 стих ясно видел около 12 часа ой 9 часа дня по нашему времени если перевести это три часа дня другими сами три часа у них день начинался в 6 утра в три часа дня 1 ангела божий увидел который зашел к нему и сказал корнилий корнилий он же взглянув на него испугавшись к что господи ангел отвечая сказал ему слушайте что он сказал молитвы твои и милостыни пришли на память перед богом ангела бог послал из-за двух вещей подскажите мне какая первая а вторая ангела с неба оккупанту фашисту господь прислал из-за двух вещей этот ангел приходил не часто на землю он приходил к марии он приходил к разным апостолам пророком и вот он приходит корнилию военному человеку слушайте военные у вас есть надежда халлюя у всех военных есть надежда скажем на это бог любит военных но военный был особенный он был благочестивый добрый человек и молился много и творил милостыни возле его дома всегда находились люди которые хотели покушать потому что они знали что днем во время обеда служанка в его доме делала много еды лишний потому что корнили сказал так и она выносила на улицу еду эти голодные все время кушали и когда были какие-то праздники еврейские они заказывали каширную пищу чтобы накормить их потому что они не будут кушать итальянскую пищу они будут свою пищу он был очень понимающий очень добрый человек он творил милостыни соседи сказали что ты тут бомжатник развел у нас на улице сколько можно кормить нищие надоели в нашем квартале у нас солидный элитный квартал ты тут бомжей развел он горит творите милостыню и вот три часа дня приходит к нему ангел и говорит перед богом он вспомнил сказал ну-ка принесите записи что-то написано корнили вот это вот это вот это он сделал вот столько накормил сколько ничего себе гаврил так господи иди поговори к нему пусть как его дом придет спасение я ангела не видел а сколько голодных ты накормил после определенного числа начинает приходить ангелы да еще молитва была горячей вниз подсказывает однозначно горячая молитва и милостыни приведут ангелов этот список можно продолжать я могу не останавливаться когда человек милосердный тогда он благотворит душе своей притчи соломон богатейший человек на земле очень много говорит о воздаянии за милосердие идите к пункту где за милосердие воздаяние 28 глава причем 8 стих умножающий имени своим ростом или хвою соберет его тот кто богатеет для благотворителя бедных кто зарабатывает большие деньги он зарабатывает для кого для того кто дает бедным дальше идем притчи 19 17 благотворящий бедному дает займы господу и бог воздаст ему за благодеяние его вот это сильный момент как можно занять богу деньги как бога можно сделать должником только один метод библии сказан один давать нищим сколько тебе господь уже должен спрос вопрос на в ответ тишина наверно твоим счету уже так много что те стыдно говорить послушайте внимательно конечно же я знаю что многие из вас дают и участвуют и помогают и так далее но здесь написано очень конкретно благотворящий бедному дает взаймы господу и он воздаст займу за благодеяние его телезрители слушайте благотворящий бедному дает займы господу занимает богу денег давайте посчитаем приведи дома бумажку листочек посчитай сколько ты занял господу многие удивятся как мало в нашем уме у нас всегда больше что мы жертвуем больше когда у нас есть желание мы всегда думаем что это желание есть результат однажды я подошел брату сколько ты жертвуешь он говорит я процентов 30 я внутри думаю врет но верит наш когда наивно убежден что он процентов 30 точно ну 25 точно точно 25 процентов от всех доходов до ягод разреши мне эксперимент провести давай давай считать и он стал мне рассказывать когда сколько он дал он был очень скрупулезы мы стали считать читать 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 мы с трудом 10 процентов нас кремли в нашем уме мы всегда лучше чем мы на самом деле когда вам ты видишь больного или голодного ты думаешь ой как важно накормить и твоя душа удовлетворяется да важно накормить пойду домой и такое чувство что ты его накормил и убеждение что ты его накормил когда ты видишь попрошайку и он сказал дай дядя денег ты прошел мимо такое чувство что ты дал и ты идешь домой удовлетворенный вот эти попрошайки разбились на улице но все равно я добрый я же его не ударил мы всегда больше в нашем уме в собственных глазах чем мы на самом деле многие будут удивлены насколько мы меньше в реальности считая внимательно считает точно а сколько я даю сколько я даю сколько я отвожу сколько я отвожу на заботу сколько отвожу на милосердие сколько я отдаю конкретно людям сколько бог любит цифры одна би книги одна в библии одна книга называется числа цифры он любит конкретно если было семьсот тридцать пять наши семьсот тридцать пять если было 5 значит 5 если было два значит 2 если было 10 процентов значит 10 если было 9 процентов значит где ну примерно господи нет сколько было кто-нибудь аллилуйя скажет вы как-то напряглись будто бы злы дни какие-то вы прекрасные люди всего лишь подтверждая что мы должны идем дальше дающий нищему не обеднеет 28 глава 27 стих притчи дающий нищему не обеднеет а кто закрывает глаза свои как тонкости какойал он психолог а кто закрывает глаза свои увидел ничьего раз тот раз глазок глазик раз перекрылся заморгал заморгал не увидел прошёл мимо кто закрывает глаза сene так раз глазинг перекрыл пришурился идем дальше аллилуйя Все нормально. Кто закрывает глаза свои, на то много проклятий. 22 глава 9 стих. Милосердный будет, благословляем, потому что дает бедному. От чего? От хлеба своего. Давайте все скажем, от хлеба своего. Теперь слушайте внимательно. Мы готовы жертвовать от хлеба соседа. Мы говорим, почему они о них не заботятся? Где же они, которые дадут им хлеба? Он говорит, а тот, кто будет благословляем, тот, кто дает от своего хлеба, от своего куска, от своего дохода. Мы готовы жертвовать деньги Билл Гейтса, Сороса и всех остальных крупных дядек. Мы готовы их деньги раздать нищим. Мы готовы накормить весь земной шар. И мы говорим, если всем раздать деньги, которые у богатых, тогда бы на каждого пришлось по 10 миллионов долларов. Да, 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 я понимаю. Мы готовы раздать деньги богатых. А Писание говорит, от хлеба своего. От своего, не от чужого, не от соседского. От своего, от моего хлеба. Вот мой хлеб, вот мой кусок, сколько я дам от моего хлеба? Давайте все скажем, от своего хлеба. Еще одно, притча 21 глава 13 стих. Опять психологически тонкий момент. Кто закрывает ухо свое от вопля бедного, как красиво, затыкает ухо свое. Тише, 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 не кричите, я все слышу. Затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам бы пить. И не будет услышан. Я могу продолжать и продолжать и продолжать. Все Писание наполнено. Заботься о бедных, заботься о тех, которые в нужде. Заботься о тех, которые в недостатке. Скажем мы на это аминь. Аминь. Пожалуйста, встаньте. Только что вы посмотрели проповедь, которая наверняка повлияла на вас. И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод. Было растворено верою в вашем сердце и принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди или других проповедников приносят для вас благословения. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики. Люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир телеканала СИНО, вам нравятся проповеди, вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы, у нас нет заграничных американских хозяев, у нас нет мегакорпораций, которые бы были в дочернем предприятии. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне? Тогда большая просьба. Поддержите, поддержите меня, поддержите служение христианского эфира, чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал СИНО, в это служение, она принесла большой эффект. И многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, благословит ваши посевы, благословит вашу веру, благословит вашу жизнь и благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал СИНО – это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем СИНЛ. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке СИНЛ помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас.